золотица роза чайная как бокал вина между нами дверь стеклянная между нами тишина попробую конечно тамарки набрать вчерашнюю мекас она ну не возьмет трубку да ну попробуем и она может взять конечно но она уже все она сразу мне кажется поймет что-то бред то есть обманушка италия сакрабента а как там называется мой район которым я проживаю марбарбер возле кладбища марбарберс марбарберс микробарберс алё здравствуйте тамара это я говорить надо это валера я сейчас из визербы приехал мне позвонили соседи да что там как у вас дела есть там желание все-таки посмотреть мои владения или нет вы сегодня говорили что позвоните мне в обед да да тамар я прошу прощения вот я думала что вы просто это издевать да нет это я а кто вам дал мой телефон скажите мне тамара мы с вами вчера микробарберс район мы обсуждали касательно я вам про дом квартиру до обсуждали это про квартиру герман герман дал когда ну как вот вчера по-моему то и дал мне микробарберс да конечно я это мой хороший знакомый на когда у герман где вы увидели да ничего нормально все вот привет вам тоже передавал очень хочет что вы все-таки у меня остановились потому что как он работает он делает да да мы вместе на россия работали с ним когда что значит когда ну а сейчас где он ну я не знаю где участвовать и каком смысле дома наверно я не знаю где участвовать день и живучи кто они герман смысле где живут так где жили там и живут они герман я имею ввиду что вы ищете жилье или нет ну четыреста пятьдесят евро микробарберс район ревадзура ну и там он вроде живет вот она ревадзура а когда он вам дал мой номер когда так когда дал я чуть запыта ну пару дней точно назад дал вот просто я не сказали вчера что герман он дал мой номер как низко такой не спрашивали герман дал ну как-то я спрашивал вы говорили да слухи быстро расходятся а ну видите я тоже уже не молодой микробарберс район я понял вы не слышали потому что вы сами сказали что еще не все знаете здесь это я уже местность в 33 года дарит 35 я 30 жилья с вот 450 я вам предложил я вот и коснул вот такие вот детали да вот тут по поводу унитаза вот тут это я понял я просто хочу вам еще дешевле сказать цену потому что не видела поймите да герман болеет вот поэтому я с ним редко вижусь как бы ничего все будет дай бог хорошо вот ну я сейчас тут возле кладбища недалеко живу домик-то возле кладбища вот это да поэтому 30 миллионов и кладбища в каком месте я не пойму нет ну прям недалеко страны визер были со стороны это какая улица визер бана со стороны я сам от визер ву приехал я ж вата улица как называется который на котором находится ваш домик ну доме который вы хотите посмотреть правильно визер который ты сдаешь где находится до вылезер ба значит находится возле кладбища я с вам объясняю я сам из микро барбас приехал напротив церкви вот как раз вами не вы извините кладбище это стой страны его не видно а здесь церкви напротив церкви вот фламиния 54 адрес какая фламиния вы что что не фламе это геопопилия или эмилия эмилия я называю у нас место название это фламилия 54 фламиния отмотит прямо церкви это да напротив церкви а кто внизу находится под этим домом смысле ну септик там неисправны вот поэтому и вот это вот все газики в обратку идут поэтому надо ну это ладно и тут уже вроде есть у нас знакомый который занимается решением этой проблемы поэтому просто герман очень хотел бы чтобы вы тоже вот так сказать хорошие с ним знакомы да вот у нас тут много знакомых магазин техники вот здесь прям все это рядышком поэтому как говорится все здесь все свои так сказать вот я сам просто был бы тоже визер ну я недалеко микро барбас живу район декабы безерба а у вас телефон какой у вас ваттапа нет да нет я на сотовый набрался из офиса вот тут я на не высвечиваться до 5 на заграничный номер да а какой номер то да нет что то видимо тут у них они намирайте хрен поймешь я сам с микро барбас вот куда ваша фамилия как моя фамилия моя фамилия жмышенко 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 микро барбас живую ну у меня была эта фамилия пояси по женеру сухачильяну сейчас я уже бы обратно забрал жена померла сухачильяну не слышали фамилия сухачильяну микро барбас нас все знают тут местные магазин техники все это наше было когда-то я как заведующий здесь был до да а вы каким бизнесом занимаетесь каким бизнесом в данный момент то у нас я как адвокат да скажем вот работаю ну скажем уже сам на себя тут у нас вопросы касательно жилстройки дай идут вот эти вот все ну адвокат скажем так у нас ну я как бы по визербии не час не работаю в этом секторе я микро барбас помогаю беженцам беженцам также помогаю здесь частично микро барбас это недалеко и за кладбище бежать ту сторону в обратную получается вот так что 350 евро я думаю вы знаете это небольшие деньги для такого жилья просто я сам не нуждаюсь в этом жилье я имею жилье это монетах не работают нет а это понятно это часто данный период времени проблема это это вы уж там я тут людей тоже позову просто сейчас да и то есть момент такой дам старая канализация но я думаю сделают там все просто не так все как вы можете извините подумать да там что там прям все это самое там просто если у как говорится если вы сядете хватит на эту тему говорить слушайте и девать давно я понимаю что вы смеетесь что смеется смешно не было бы так смешно не надо мне рассказывать повторять и рассказывать эти особенности да это я просто вас в известность ставлю уж меня простите мне 54 нет не прощу не хочу это слушать извините пасха наступила у нас я православное я тоже православное я не хочу я слышать какие гадости вот и все я поняла что у нас есть проблема может нет но если просто вы обманываете меня может да зачем мне это надо не знаю я друг германа знаете прекрасно да герман он умеет издеваться и смеяться он болеет он врет только так да нет это человек вы просто не знаете как я мы с ним работали 2018 работали то а вы в офис него приходили конечно приходил я его друг конечно у меня приходили куда я с ним часто вижу серафимку знаю еще вот в очках с бородкой такой дядька знаете серафимку но вы забудете церковь то конечно конечно я священный ну так сказать тоже для меня все это очень важно я сам как батюшка имеется ввиду с виду ну и так конечно вера волода меня это священный как говорится священописание вот еще священная ну ладно это уж тут конечно знает как валерия до жмошенко хотя сухачи линию это моя фамилия мысли мы раньше в хоре пели кем да но он упал с клироса то кто упал не слышу да 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 я на улицу вышел так кто упал с клироса то я горю упал какого клироса где алло алло да 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 чуть не слышно было у меня старый видимо закрыл микрофон говорю я упал упал в хоре пел 2006 году еще с клироса упал где это было господи как где смысле где у нас клирос в каком городе это было какой стране да как это в какой стране дачу считаешь питания какого клироса упали где ну когда пели это самое хоре в ну время времени времени до все пели времени в хоре до пел и каким голосом выпили времени в церковь каком баритон у меня и вы пели в хоре каком году это был ну я тогда тенор был в восьмом году это еще было вы были те на работе пели баритоном первым осенна это высокий голос тенор или низкий тенор это среди а даритон это низкий вот меня да а тенор средний да ну такой более скажем нежный я могу вам любым спеть ну сейчас уже года не те конечно ну чё ж вы не поете там церковь это чё если пели так я супал с клироса я супал и как вы там могли упасть а там же не упасть просто так тем там делается пьяные были стали ну пьяные это выше конечно извините я человек верующих мне вот эту как вы там упали что во время когда вы пели паску пели листок или я пел все что у нас хоре было то я и пел для людей а кто был там регент в 2008 году что за 1 да господи я серафимушка такой чем же терапиму что уже не регентом на батюшку я знаю серафима серафима батюшку серафима всех знаю вот значит мы все здесь но вы наверное меня тоже должны знать если вы на клиросе были ну я вас как бы ну видел возможно ну так лично вот как вы видите вот то у нас на не помню на пасхе пел у нас был регент тут этот рек старый был до он никогда не был регентом грек старый столик там было два грека в том году один умер вот врач а второй я про него три года назад ну и как их звали греков река как звали господи сейчас вы меня так-то расспрашивайте как будто я не помню что вы там пели я же на клиросе на этом отпела 17 лет сколько 17 почти 20 до вот что я меньше 20 лет отпели вместе и вас я не помню не помните да да не помню вот оля оля вот это самое лучшее бренд оля должны знать вот это да должны вот мы с ней отели вместе 20 лет вот пожалуйста видите я знаю она вас знает да она вас знает ну не особо мы с ней так скажем общались а как же вы пели если она вас не знает я да меня знают мысли не друзья а как мужа у нее зовут а я не знаю как ее мужа за уж не помню я давно я ее не видел как она там кстати поживает слушайте вычетами рассказывать какие-то вещи странные дмитрий дмитрий насколько помню сейчас память не подводят дмитрий дима звали зовут мужа да димаш по-моему не путаю ну вот да вот видите а вы говорите что делает дмитрий да вот это я же не знаю я тебя общаюсь кто там чем он занимается дмитрий 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 там берет как общее земли редко общаются вся с германа постоянно общался да вот да да он священником вроде хотел стать вроде священник он, Дмитрий, насколько мне помнится. Да. Ну вот, да, он, да, сейчас священник. Вот вам и пожалуйста. Значит, по поводу квартиры 350 евро, но нужно там, значит, санузел. Так вы сначала там сделайте, отремонтируйте, потом... Так это самое, я понимаю, просто вам срочно, а не срочно надо вообще. Ну, мне вот сейчас вот предлагают в другом месте, завтра пойду смотреть. А еще один-то вариант. А за сколько, если не секрет? Не важно, за сколько, но не за 350, конечно. Ну, я понимаю, вот, хотел бы Герман, чтобы именно здесь поближе как говорится. Я могу Герману позвонить сейчас и спросить, правда это или нет? Да нет, я думаю, он болеет, ему сейчас не нужно вот эти вот разговоры. Ну, там уж как хотите. Да. Значит, нужно... Дело в том, что там вот если вы сядете на унитаз, главное не пукать, а то обратно пойдет. И все, это один минус. Больше минусов нет. Не пишите вы меня, пожалуйста, хватит, а? Ну, если сильно прям покушаете, прям туда... Какое отношение это иметь к тому, что внутри там этого унитаза находится, если он пустой? Это понятно. Я вам говорю, там вакуум образовывается, то есть вы с клапан раз давите воздухом и обратно идет, то есть у нас канализация, оно прям из пола начинает брызгать. Вот. Как из пола? Как из пола? Ну, там, где проходит труба, как раз, если вы сядете на унитаз прям сильно... Вы не рассказывайте мне эти... Мне неинтересно это слышать. Слушай, давайте к вам другому. У нас же туннели под домом есть. И вот оно там, видимо, что-то уже... Оно загазовывается, все. И вы как сядете, как пукнете... Ну, вот расскажите кому-нибудь другому. Ой, господи. А у вас жена-то есть? У меня жена уже умерла. А дети? Нет, нету. Хотел сыночка себе, все, вот, нету. Как там, кстати, Эммануил у вас поживает нормально? Алло. Какой Эммануил? Не понял? Да-да. Все нормально там, все. Как дела у вас там? Какой Эммануил? Какой? Ну, знакомый ваш, сын ваш. А? А откуда вы знаете? В смысле? Так я ж говорю, мы что-то все свои. Ну, кто-то свои. Я вас не знаю, извините. Ну, мне Эмман рассказал. Эмман. Да. Эмман. Здесь есть прям все, как говорится, удобно, все порядочно. Вы не беспокойтесь, я найму вот это сантехника. Они здесь так сделают, что вы будете там, как на золотом унитазе все это делать. Да. Ну, давайте это самое. Потом как-нибудь созвонимся, может, в конце недели, а? Главное, чтобы туда, на унитазе, не пукать сильно. Мне не интересно сейчас об этом говорить, понимаете? Вы пока займитесь там вот своим унитазом, а я тут сейчас пока занимаюсь своими вещами. Да, да, да. Мне некогда долго разговаривать. Я понимаю, по поводу, вы же, наверное, сейчас с Эммануэлю помогаете закончить университет все-таки, да? Там много что задают, наверное. Слушайте, мне надо сейчас собирать здесь вещи, я не могу долго говорить. Да. Один так. Я понимаю. Вы просто подумайте, да, пожалуйста. И Герману можете тоже звонить, потому что я сейчас тоже его наберу, тут соскучился. Вот. Он в курсе, я ему рассказывал, что там с унитазом есть сантехника, проблема. Говорю, главное, туда газа не пускать, чтобы обратка не шла. Да не надо мне об этом говорить. Что-то повторяйте. Как вердануть туда, чтобы оно обратно насрать. Алло. Как вы разговариваете как женщины на эти темы, я не понимаю. Да я просто это, про свои, вспомнил, что там, когда много в унитазе всего, оно тогда не фыркает, ну, обратки нету, забивает все, и тогда потихоньку. Мне уже надоело это все слушать на эту тему. Если вы хотите мне сдать, вы попробуйте сделать какие-то работы там, ремонтировать. Так я сейчас как раз вот приезжал и буду заниматься этим вопросом все для вас. Ну, зачем эту тему говорить, что вы мне повторяете одну и ту же. Да. Потому что вы мне уже даете указание, что я уже ее сняла. Да я понял, я просто вам заранее, как другу. А что заранее? Я даже не знаю, кто вы, и не видела. Я ваше даже лицо вас нигде не вижу. Вы где-то высветитесь каких-нибудь в этом? Ватсапе или где-то? Да, я могу встретиться, как вам удобно. Просто у вас дела. Просто у меня там когда-то... Так а телефон-то у вас какой? Итальянский есть номер? Да, конечно. У меня этот самый сотовый, итальянский. Просто у меня дело в том, что до этого негра, негры жили. Забили унитаз с камнями какими-то. Даже что? Какими-то камнями. Какими-то камнями. Вот здесь вычищение. Это можно разобрать полностью, всю систему и прочистить. Да, да. Вот я с прошлой говорю, потому что камни забиты и когда пукаешь, оно там... Да хватит на эту тему. Вы что, издеваешься надо мной? Мне пофер совершенно слушать это. Если вы хотите кого-то другого с кем-то посмеяться, позвоните кому-нибудь другому. Так, а что смешало? Какой-то телефон дал вам кто-то, кто хочет надо мной поиздеваться. А что за издевательства какие здесь? Я человек взрослый. Ну, а сейчас у вас почему номер эстонский? Как вы звоните эстонский? Эстонский. Господи, боже упаси, я там и не был никогда в той Эстонии. Не был, но у вас номер вот 372 эстонский. Ну, ладно. Вы звоните из Эстонии. Я вам позвоню, когда вам набрать, чтобы у вас время было встретиться. Ну, давайте. Завтра я занята, потому что мне нужно тут еще ехать смотреть и нужно тут подбирать вещи. И тут еще кое-что. Хорошо. Я вас отвлекаю. Не буду. Просто знайте, что вода, камень, точь. Ну, а кто на эту тему нам говорит? Да не повторяйте вы ни одно и то. Я сейчас в районе... Вы тогда попробуйте заняться этой квартирой. Если вы что-то сделаете. Я в районе госпиталя сейчас нахожусь. Я посмотрю на вас сначала, потом на квартиру, но... я в районе госпиталя нахожусь сейчас. Да где это в районе госпиталя? В каком месте? Вот здесь нахожусь. Вода камень точит, понимаете? Поэтому, чем больше туда будете писать, тем быстрее проточится камень. не надо мне говорить, вы че, больше не могу разговаривать. Послезавтра я вам наберу с этого, с итальянского. А где вы в районе госпиталя находитесь? Что вы тут делаете? А я сейчас это нахожусь. ну, я же ну, я же это приехал вот из Эрбла. Я сейчас поеду уже. Я тут приезжал по делам. у меня госпиталя. На машине что ли едете вы? Да, да, да. У меня госпиталя вот на районе здесь. Вы здесь вроде недалеко где-то. Ну, даже если недалеко, то что? Не, не, просто если хотите, я могу прямо сейчас пообщаться с вами. Ну, ладно. Что он сказал, что я в районе госпиталя? Ну, вроде как, Герман рассказывал. Да не надо. наверное, или вы с Леной разговаривали. там с одной из Гросса. Или, или вам этот, там ее этот один еще со мной работал, может быть, номер дал. А что за Лена? Что за Лена там? Ну, есть, есть там разные люди, которые умеют нам смехаться, смеяться. Да, нет, этого ерунду не надо здесь. Я не такой человек, мне это не нужно. Я очень серьезный в этом плане. Никаких шуток здесь быть не может. Не тот возраст, как говорится. Я, может быть, и разыграл бы кого-то, но лет в 15. Мне уж 54 года. Да. Лену ее вообще, насколько я знаю, если вы про нее, ее же уволили. Откуда? Ну, как, с работы уволили ее. Кто ее уволил? Уволили ее, все, ее нет. Ну, если вы про эту Лену. Какая Лена? у них свой склад есть. А, ну, там, ну, она вот где была, там, вроде как, слышал тут слухи, что ее, Герман сказал, уволили. Ну, ладно, может, не та. Какую Лену? Откуда уволили? Ну, как откуда? Это те, кому я сказала, кто может быть... Взроса откуда? Лену взроса. С этих, с этих гроссов, или там с этих, кто-то мог там... И в церкви люди не... Кто-то мог так надо мною поиздеваться, чтобы мне такие вещи говорили. Просто надо подумать. Ну, Лену взроса уволили. Вы же про эту Лену. Какую Лену взроса уволили? У Лены в гроте свой склад. Ну, и что? Официально она уже все работает. Леночка, досвиделись. Это ее дело, никто ее не уволит. Да, нет, это все, ладно. Вы все, мне здесь... Я же тоже знаю всех там. Я же с 18-го года работал долго, значит, ну, ничего страшного. Я здесь вообще в плане юридического, скажем так, да, вопросы решал. Вот, я адвокат. Да, если бы я тогда не упал, в 2008-м, когда я в хоре был, и это... Тогда все, может, по-другому было. Когда это было, зимой или летом? Когда это было... значит, выкинули из гроза, да, там же... Ладно. Нет, когда вы упали с клироса, когда было зимой или летом? Это было уже холодно, насколько я сейчас вспомню. Холод был, значит, да. И вы упали-то как? Во время службы, или что вы там делали? Да-да-да-да-да. Ну, это уже конец лета был. Ну, так уже. А почему вы упали? Вы что, высокие очень? Ну, я споткнулся, ну, как-то что-то споткнулся и упал оттуда. Нафиг. Прямо вниз упали в церковь? Да, прямо туда. Споткнулись? На чем вы споткнулись? Вы что, шли бы парапетом, что ли, я не понял. Да нет, ой, наверное, не так. Туда что-то подвернулось и упал. Там можно было упасть только с лестницы, да и то она небольшая, она узенькая. Ну, может быть, как говорится, знаете, оно как бывает. Я на Рождество упал по лестнице там. Да. И что, сильно разбились? Ну, наверное, месяца 4 я отходил, вот, потом еще хромал, вот. Там вот эта лестница, ну, неудобная, винтовая. Вот, то я же с нее и упал. Потом я уехал в микробарберс туда, в тот район. Я же там уже сколько лет. Вы знаете, да, микробарберс. Не слышал ни разу такое название, извините. Я вас понял. Ну, ладно, простите. Я просто стоял там, может быть, не знаю. Ну, как мне сказали мои напарники, может, смеются, говорит, упал, ну, потому, что яйца тяжелые. Ну, ладно, Валерий, спокойной ночи. Созвонимся так к концу недели, ладно? Да, если вы не понимаете, то микробарберс, это, это турка. Ну, ладно. Да, до завтра, да. Не, завтра мне некогда. Я понял. просто если не успею я, допустим, отремонтировать, да, то, если что, ближайшая неделя там все отремонтируется. Просто не пукайте сильно, и все. Вы хотели это мне сказать, да? Так, ладно, до послезавтра, да, набрать вам с итальянского? Это вы, вы считаете, что вы православные? Вы даже мне не сказали Христос, воскресе. Сейчас идет праздник Пасхи всю неделю. Да, идет у вас. У меня идет вот Христос, и о воскресе. Вы мне просто расспрашивали, тут расспрашивали, я же уже забыл все. Начал вспоминать всех. Вот, все забыл, да. Да. Вот так вот. Я же уже не молодой. Мне 54, а вы лежу на 70. Слушай, простите. Ну, ладно. В Сухачелье. Хорошо, все. Если будете в церкви, спросите В Сухачелье. В Сухачелье у меня была тогда фамилия. В Сухачелье. Они скоро знают вашу фамилию. Может, они по имени вы вспомнили, кто вы, и что вы там делали в церкви. Что я делал? Я пел в хоре там. Да, ну, я вас не помню, понимаете. Я в хоре с 2003 года я отпела там почти 20 лет, и я там была номер один. Меня все знают. Я знаю, что вас все знают. Вы очень... Почему я вас не знаю? Это странно. Хорошо, хорошо у нас в хоре это самое. Я помню, тоже были моменты у нас в хоре. Может, помните, когда мы в хоре, да, служба была, я это самое... Ну, стоял такой недалеко, по-моему, от вас. Еще вы на меня посмотрели, я вас поправил чуть-чуть, помните? Что? Да. А там у нас не было баритонов никаких, поймите. Там и были... Баритон не был. Я баритон, сейчас я тенор. Да и тенора у нас не было никакого. Как это не было? А что вы пели? Какие произведения вы сами? Я пернул. Ой, ну, слушайте. О, видите, что? Значит, вы действительно надо мной издеваетесь. А? Ну, все. Дамы, Мария. Что? Да, да, до послезавтра, да. Ну, все, всего хорошего. А что, санузел ремонтируем, православное? Ремонтируйте, да, ремонтируйте. Давайте я вас тогда наберу, может быть, заеду. Вы ж тут, да, недалеко. Я это самое заберу, вас отвезу, все покажу, расскажу. Ну, ладно, все, спокойной ночи. Могу вам, православное, в честь праздника хор сделать. Валерий, простите, уже поздно, до свидания, спокойной ночи. Вы прекрасная женщина. Христос в открытии. Воистину, вы прекрасная женщина. До свидания. Ну, что это за пение? Что это такое? А? Что это за издевательство такое? Не понял. Не слышу. Как издевательство? Ну, то, что... Ну, ладно, спокойной ночи, простите, я больше не могу. До свидания. Сейчас я подъеду. Пока. Вода камень точит, зая. Вода камень точит, запомните истину. Балю. Вода камень. Микробербус. Баб-баб-баб-баб-баб-баб-баб-баб-баб-баб. Продолжение следует...